Пошла в магазин, ничего не предвещало к беды, но около магазина выбросили вот этих вот славных щенят. Все в лишайниках, в полячках. Видимо, их обрабатывали до этого и выкинули. Как можно быть такими? В общем-то, как-то так. Опять выкинули щенят в такой холод. Я вообще не понимаю таких людей, это просто эгоисты. Дорогие друзья, доброго вам здоровья! В преддверии Нового года всем дарят подарки. А нам подарки дарят круглый год. Коробки, мешки, звонки с отчаянными криками «Помогите!». И это все как подарок. Ребята, мы очень устали от этих подарков. Очень. Хочется получить подарок добрый, настоящий, от друзей. И этим подарком для нас может быть 100 рублей. 100 рублей, чтобы мы могли купить корм. Ребята, подарите нам, пожалуйста, автоплатеж в 100 рублей на приют. И мы будем искренне вам благодарны. Мои хорошие, подарок сначала малыши, причем не просто дети, а зараженные лишаем и очень сильно. Бедные в ранах чешутся, скулят. Кто-то даже пытался их лечить. Что сказать? Такое ощущение, что мы живем в каменном веке, и детей надо просто намазать йодом. Господи, ну откройте интернет. И посмотрите, чем лечится лишай. Отнесите ребенка в ветклинику, и вам там скажут, чем лечится лишай. Это или таблетки, или вакцина. Друзья, иногда возмущаюсь, легко можно найти, чем вылечить щенка от лишая. Но люди предпочитают выкинуть зараженных детей. А ведь где-то осталась такая же зараженная мама. И она родит следующих. И люди опять понесут нам больной помет. Я не знаю, как мне обратиться к этим людям. Как? Как донести до них, что вы в силах, вы в состоянии сделать то же, что делаем мы. Надо всего лишь чуть-чуть послушать свое сердце. Неужели оно у вас каменное? Сегодня очередной подарок. Пять крошечных котят. Ребята, мне бы еще придумать, куда вас всех посадить. Куда? Вот куда, ребят? Вот таких крошечных, маленьких. Куда нам их всех посадить, а? Господи, что же вы творите, люди? Почему же вы не стерилизуете животных? Что же вы творите, а? Вот так взяли и как мусор выкинули. Разве можно? Ну что ты, ребенок? Что ты, мой золотой? Самый храбрый. Все девочки. Все, все без исключения девочки. Пять малышек. Пять маленьких девочек. Месяца два. Они домашние, видно, они ухоженные, они чистенькие. Кто-то же дал им дожить до двух месяцев, а потом просто запихнул в коробку и выбросил. Друзья, что мы можем сказать этим людям? Да, здесь, в нашей страничке, здесь, в нашем общении собрались только те, кто сочувствует и помогает. Но, друзья, я хочу попросить вас, расскажите о нас. Помощь друзей – это не только 100 рублей, переведенные на помощь малышам. Ребята, это еще огромная информационная помощь. Нас мало. Иногда мне говорят, а я не знала, что вы есть. Конечно, не все люди знают о лохматой душе. Друзья, помогите нам рассказать о нас, рассказать о малышах, о малышах, которых мы с вами спасаем. Ролики не все люди смотрят, вы это тоже знаете. Вы просто разбросайте, пожалуйста, наши ссылки. Помогите нам спасти этих детей. Ведь их необходимо не только вылечить, их необходимо привить. А если они подрастут, то и стерилизовать. Друзья, дорогие мои, я обращаюсь с тем, кто сейчас смотрит наш ролик. Пожалуйста, помогите нам информационно. Я всем сердцем вас прошу об этом. Разбросайте. Потратьте час вашего времени. И разбросайте ссылки по всему интернету, куда заведет вас ваша фантазия. Прошу вас, друзья, это очень, очень важно. И вы поможете спасти жизнь детей. Никто не знает, чья рука окажется легкой и отзовется на его призыв. Давайте, мой золотой, я вас очень прошу. Помогите нам, хорошие мои, любимые, дорогие друзья. Прошу вас, давайте все вместе расскажем о наших детях дальше. Доброго вам здоровья. Что, красота моя? Что ты там бегаешь? А внизу у нас мелкие. Ну вот, ребят, куда? Куда можно рассадить вот таких малышей? Куда? И где взять деньги, чтобы вылечить их и прооперировать? Доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!